Привет! Сегодня суббота, 26 сентября, погода в Кировске. Классно стоит, я надеюсь, что и целый день будет. Я решил сделать рывок до водопада пешком. Сейчас с улицы Ленинградской дает до поворота на пиво на автобусе. Автобус ходит до микрорайона, тут есть не учет, через 10 минут должен быть. Ну а там пешком, вроде говорят, что до этого водопада, такого поворота километров 15. Думаю, часа за три я должен дойти. Три часа туда, час там погулять, три часа обратно. У нас целый день прогулка. Ну, 30 километров, пешком я никогда не ходил. Ну, первый раз надо будет попробовать. Говорят, водопад там обалденный, места красивые. Посмотрю и вам покажу, соответственно. Доехал на автобусе на 124-м, 126-й и 128-й. На микрорайоне кисломчер напротив поворота на Тирос. Остановки нет. Вот здесь с самого Комсомольского, до своего дровека. Здесь не высадили. И вот сейчас пешком до Тироса, а там не монтировался и до водопада. И этот микрорайон кисломчер находится по одной же вот таких гор. Ранее, что я там в статье про Кировский описал, что здесь ходили лавины и на жилые дома. И люди погибали в 53-м году, по-моему, до 2016-м. Ну, что, ошибаюсь. Какие горы здесь. Эта речка, видимо, берет начало от рудника. Там, когда я переросла приехал, видел какие-то трубы были. И от рудника сбежала вода. Рудник, вон, зеленое здание. Может, не видно. Время сейчас 5.10. Сегодня, видите, какой прекрасный день. Сон-то. Но надеюсь, что он не поменяется. Погода здесь очень переменчива. До обеда может быть солнце. После обеда начинается дождь. Ну, а ты дошел до этого поворота, до Кировса. Тогда в санаторий, где мы сидели в карантине 2 недели. Честно говоря, здорово. Сидишь, тебя кормят. Но еще бы я бы не хотел сидеть безвозом. Как-то на второй неделе уже чувствуешь себя заключенным каким-то. Ну, смотрите, какая красота здесь. Ребята ездили на водопад. Говорят, там пейзажи какие-то фантастические. Марсианские. Ну, надеюсь, у меня сил хватит дойти. Вот, перейтируется на здесь комик-клуб и квадроциклы. То есть, можно покататься. Че-то о чем. Предварительная запись. То есть, так пришел. И поехал на ней, получается, не получится. Там дальше еще ботанический сад. Самый северный сад, который находится за полярным кругом. В интернете читал про него, что вроде там собраны уникальные растения. Даже южные есть. И, как бы, институт следит за ними, как они растут от условий севера. Ну, сейчас за него дойдем. Тут уже непонятно заброшенная территория. Церковь какая-то. Наверное, это и есть территория, может, ботанического сада. Сейчас, по-моему, я видел, когда уезжал в Северном саду, там табличка была. Ботанический сад. Ну, вот он, есть ботанический сад. Самый северный сад у нас в стране. А вот этот Тирвус. Или здесь идет на Карантине. Все закрыто из-за Карантина. Ничего, никаких искусств не проводится. И поднял дальше. Люди сидят на Карантине. Получилок на балконе пусуются, как я в свое время. На этой лыжной саде у нас здесь. Школа горного катания. На квадроцикл. При снегоходах. Надеюсь, если зимой я буду работать, то, может быть, попробую покататься. Ни разу не катался на Северном саду. Сейчас у работников Тирвуса, когда идти до водопада, указали эту дорогу. Сказали, очень далеко. И кроме этого, там где-то вброд надо будет прикладить речку. Ну, то, что далеко я уже насрылся, то кругу приеду, кстати, не сильно разочаровался. А вот тут, наверное, лыжный стадион здесь, как полярный зорик большой. Может быть, здесь стадион не проходит. Продолжение следует... Сверху на эту долину посмотрел, река где-то там текет, а дорога идет не очень рядом с ней. Получается, наверное, если подожди, какой-то крюк буду делать. Ну, в принципе, других дорог нету, машина так по этой дороге здесь. Скорее всего, я иду в правильном направлении. Ну, вот мне попался в первый поворот. Я не знаю, что это основной дороги. Но, думаю, это мое направление. А он как раз тот брод, про который мне говорили, что придется замочить ноги. Это дорога. Я не знаю, куда это строится, но, опять же, по-сорочению здесь выстраивать. Новые рудники открывают. Ну, а это, скорее всего, до Вадобада. Дорога в горы. Причем, обалденная красота здесь. Очень красиво. Если здесь круглый год такая погода была, это было бы самое замечательное место в мире. С такими горами, лесами. Первая водная преграда. Это, наверное, та речка, на которой будет этот водопад. Так, как нам перепрыгнуть? Неоткут, ноги мочить. Смотрите, вода какая прозрачная. Вода освежающая. Укруда не нашел. Выдешел-то перейти. Ух ты! Ноги ломят. Ух ты! Да, взбодрился. Немного релацию видео. Послушать, рушит вода. Какая здесь тишина среди гор. это было мой не入еши, Не入еши. Продолжение следует...